Эпилог К счастью, некоторые из тех, с кем вместе мы занимались самоздатом и делали то, что тогда было необходимо, уже здесь, в свободном мире. А потому с радостью говорю о том, что Володя Тельников и Юрий Штейн и Борис Цукерман и Леонид Ригерман и Александр Есенин-Вольпин, Юлиус Телесин и Илья Зильберберг Илюша Бакштейн и многие другие уже включились в работу помощи тем, кто остался в СССР, кто мучается в тюрьмах, спецпсих больницах или ходит под ежедневной угрозой ареста. Некоторые из этих людей и в СССР были моими личными друзьями и уже можно рассказать, как встречаясь с Юрой Штейном в Москве и будучи сопровождаемы тихушниками, мы все же сидели за столиком полупустого кафе и мне передавался очередной номер подпольной хроники текущих событий или другие нелегальные материалы. А когибисты смотрели со стороны. Помню, как на мое замечание, ну и осмелели же вы здесь в Москве, Юра ответил, это только в Москве так можно, но то, что можно Юпитеру, нельзя быку. Ты еще соблюдай осторожность. Информация и опыт работы переходили из одной группы в другую, сведения для хроник, демократического движения и сионистского исхода сообщались параллельно. Дружба связывала людей, одинаково рискующих арестом. Конечно, во всех группах были и люди узких взглядов, требующие раздельной, чисто национальной работы. Но, к счастью, всегда побеждала тенденция к сближению. И Исай Авербух привозил в Одессу хронику демократов, а Галя Лодыжинская ездила от нас в Москву, нагруженная сведениями как для хроники, так и для исхода. Когда я уезжал из СССР, одна простая и добрая соседка по дому, обычная русская женщина, подошла ко мне и сказала, «Вот едете вы в другую страну, далеко от нас жить будете. А запомните ли вы, как мы здесь маемся? Запомните ли, что мяса вот уже год как нет? А ведь нам мужей да детей кормить надо. Того нет, этого нет, и так всю жизнь. С работы ведь не домой идешь, а по очередям. Набьешь авоськи, чем достанется, и висишь на подножке автобуса. Ну, а дома тоже не сладко. Муж пьет. Слушал я эту несчастную женщину и видел всю ее жизнь. Ведь не сгущала она краски, а еще о многом умалчивала. О жизни в коммунальной квартире. О том, что негде купить вещи, чтобы одеть детей и себя. О том, как на работе понемногу повышают нормы и снижают оплату. О том, как дорожают продукты и вещи вместо обещанного снижения цен. Все это я знал и без нее. Она и не повторяла того, что известно любому ребенку в СССР, и чего еще не уяснили себе на свободном Западе многие люди, считающие себя умными и знающими. Я слушал эту женщину и думал, Как все же хороши и непритязательны эти мученицы российские. Они тянут лямку повседневной каторги на работе и дома, где их, почти как правило, убьет муж. Они воспитывают детей и чудом умудряются кормить семью на мизерную зарплату. И они добры. А это чудо. Чудо сохранить доброту в этом аду. И я думал, спасение России в ее женщинах. Их страданиями и тяготами искупается многое. От них родится новое поколение, которое спасет и себя, и их. Я недавно из советских концлагерей, из «четвертого измерения», в кавычках, и совсем недавно из той страны, где царит насилие и произвол. Но я видел там чистых и светлых людей. Вместе с движением евреев за человеческое достоинство и выезд на свою историческую родину возникло демократическое движение русских, в среде которого начинал свой путь и известный вам Эдик Кузнецов, пришедший потом к сионизму. Добиваются своих прав татары, украинцы, народы Прибалтики. Много ясных голов и честных сердец есть в этой страшной стране. Кончилось одесское лето 1970 года. На морском побережье собрались приехавшие к нам друзья. Здесь были евреи примерно из шести городов, и вместе с одесситами набралось до сотни человек. В стране уже шли аресты. Ленинград, Рига, Кишинев. Но среди нас еще была Рут Александрович из Риги, впоследствии отсидевшая тюремный срок. Александр Волошин и Гальперин из Кишинева и многие другие, сидящие сейчас в тюрьмах и лагерях СССР. При свете костра, собравшись в тесный круг, мы пели хором, глядя через море в сторону Израиля, пели песни своего народа, пели громко. За спиной у нас, пряча с запесчаными буграми, дежурили тихушники КГБ. Но мы были объединены идеей, мы были уже в пути на Родину, хотя бы в сердцах своих, и пели свой гимн надежда. Пока бьется сердце хоть одного еврея, не умерла надежда на возвращение домой. Пожелайте же вернуться домой этим ждущим и идущим, этим устремленным. Пожелайте свободной жизни всем народам России, ведь они никогда еще не видели свободы.